Сегодня 20 декабря. 313 лет назад, 20 декабря 1699 года, Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление. Отныне праздновать Новый год россиянам было велено не 1 сентября, как это было раньше, а в первый день января. Своим высочайшим указом Петр повелел украшать дома сосновыми и еловыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Невероятно, но это факт. Примерно так прокомментировали местные газеты следующее событие. 20 декабря 1889 года в зале благородного собрания Самары собралась почтенная публика. Погас свет и на сцене появился польский музыкант Рауль Качальский. Каково же было удивление зрителей, когда они узнали, что маэстро всего 6 лет. Возраст пианиста до последнего держался в тайне. В тот вечер юный вундеркинд покорил сердца многих самарцев. Кстати, 10 лет спустя пианист Рауль Качальский снова посетил Самару с концертами. Мы уже привыкли к тому, что улица Ленинградская – это самый центр города, местный Арбат. А ведь каких-нибудь пару веков назад здесь была окраина Самары, и улицу назвали Панской. На Панской к концу 19 века земля стоила так дорого, что свои дома здесь ставили лишь купцы, и в основном ради бизнеса. Гордостью купеческого дома был огромный подвал, где размещались погреба. И что интересно, эти огромные помещения образовывали извилистые лабиринты, где протекала своя тайная жизнь. Купцы и приказчики общались между собой зачастую не выходя на поверхность. Там, глубоко в недрах, при тусклом мерцании свечей, они заключали торговые сделки и осуществляли бартер. Вот такие состоятельные кроты жили в Самаре на улице Панской. 20 декабря 1969 года Сызранцы посмотрели первый документальный фильм о себе и о своем городе. Кинорассказ «Наш город родной» состоялся в местном краеведческом музее. Над фильмом работала большая творческая группа, в которую вошли музейщики, радиожурналисты и редакции Сызранской газеты «Красный октябрь». 20 декабря 1974 года Усольской школе Шигонского района в честь столетия присвоили имя Ильи Николаевича Ульянова. В 1874 году, планируя построить хорошую школу в старинном Волжском селе, инспектор народных училищ Илья Ульянов сам хлопотал о деньгах на строительство. Сам подготовил проект весьма удобного, как писали потом газеты, школьного здания с квартирой для учителей с подсобными постройками. И почти как в сказке за год маленькая бревенчатая избушка-развалюха с печуркой двумя лавками превратилась в просторную добротную школу. Сто лет назад, 20 декабря, родился Николай Подовинников, известный куйбышевский архитектор. Крупной работой Николая Власовича стало проектирование благоустройства в 50-е годы наших знаменитых набережных. В 20-й день декабря появился на свет Ури Геллер, знаменитый иллюзионист, мистификатор и экстрасенс. Он стал известным благодаря трюку со сгибанием металлических ложек и с остановкой механических часов на лондонской башне Биг Бен. Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого космонавта планеты, родилась тоже в 20-й день декабря. 20 декабря поздравление с днём рождения принимает восходящая звезда российского кино Елизавета Боярская. Настоящую популярность актрисе принесли главные роли в продолжении знаменитой «Иронии судьбы» и в киноромане «Адмирал». Сегодня именины отмечают Антоны, Григория, Павла, Игната и Сергея. В народном календаре 20 декабря день Амбросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришёл Амбросий, праздники отбросил, говорили в старину. Заглянем в календарь завтра. Всего хорошего!